я поменял транзистор на rf640n лампы загорелись вроде бы ярче но я проверял все равно не так ярко как у вас на драйверском транзистор драйверском транзисторе немножко ярче горят но не сильно ярче потому что видимо драйвер как-то длиннее импульс делает они на драйвере короче наверно получается скважинность меньше ну вот я думал что может изменится станет как и на том такая самая салаграма но ничего не изменилось только выброс уменьшился вот он раньше зашкаливал а теперь он ничего не зашкаливает свободного места полно теперь подозреваю не будет просадки вот импульс выброс там идет такая потом прямая колебания все равно вроде бы есть какая-то вот просадка непонятно может не полностью как-то затвор запитывает а у меня там затвор тоже вроде бы а там у меня в затвор идет 2 ома резистора тут у меня в затвор 27 резистор может потому тут 5 километра где-то между затворами исток а тут вот идет плюс затвор вот поэтому провода идет идет затвор а тут уже вот от самого драйвер как бы речь вот такая кривая видно какая-то просадка такая то есть он может как-то не открывается на полную мощность вот странно почему по-разному у них салаграмы разные второе плечо подключаю вот еще посмотрим 30 грамм на коллекторе вот еще посмотрим 30 грамм на коллекторе вот и тут у нас всякие шаги шипение есть всяких наводок больше когда на драйвере надо трогать лампость и яркость меняется всяких бизиков больше ну и вот целограмм опять такая вот странно только что мне нравится что вот тут вот вот резкий идет фронт как бы канала что-то так дрожит как-то вот шоу поднятия почти нет потом зима это что там 2 ом резистор стоит он как бы сильно обратно и дает обратную как бы обратная связь очень сильно идет через него на драйвер и влияет потому-то психохранение такие начинаются но тут совсем другая слограна нет такого единичного выброса вот какие-то странные колебания причем размытые какие-то может они как бы нужны чтоб появился единичный эффект может поэтому нужно на драйвер все делать эти вот помехи может как раз нужно никто зависит или появится сверх единичный эффект или нет может попробую еще вот вместе этих 20 килом еще параллельно поставить резистор по круче и и опять посмотрите ссылограмм всякие вот но 10 только так мог могу толку спалить если поставлю вот тут вот один он но попробуй поставить замерить каждый раз не ошибся вот один он теперь крокодильчиками его зацепить и и г и и и и а и вот вот так его прицепил правда этот вот плюс будет пойти отталки отталка все равно не может сильного отдать ток вот этот тоненький проводок мне кажется хватит вот подниму и идет идет потом идет через диод по моему я там два параллель вроде бы ставил чтоб больше ток накрыть потом идет вот на этот резистор 1 и вот затвор а минус идет минус идет вот поэтому тоненькому проводу идет 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 а тут входит потом входит вот тут как бы долго он тут ходит правильно правильнее наверно было бы его а тут вот при прикрутить чтоб он поближе далеко идет посмотрим вот вначале вот и вот теперь стали такие как и на том плече выброс вот это наводки значит но теперь уже тоже вот так дребезжит вот вот тут какие на том плече ровно так сами то есть это может быть через сток там как-то или что проходит помехи водятся всякие может это как раз нужно для эффекта сверх единичного эффекта вот вот такие мелочи могут отыграть главную роль которые сделали свободную энергию установки они их не рассказывают думаю что это ерунда потом могут возмущаться удивляться почему другим не получается я же вроде бы старался столько много рассказал как надо все делать совсем другая картина но поставил резистор 10 то есть один ом пары вот я его уберу один конец цеплю все равно есть я же но там сам не смотрю но все равно они которые рассказывают могут это этого не да не говорят и потом люди не знают делают может не то ставят резистор не тот а потому людей не получается делает все вроде бы как объяснять сделали установки свободной энергии они следует их объяснению вот резистор то есть поставить не тот резистор может например как я ставит вместо драйвера но такое на таком транзисторе и уже не будет вот этих выбросов где другая сила грамма и другой эффект будет но тут все по прежнему вот этот выброс одиночный но тут все равно не может дать большого тока хоть но тут телка все равно не может дать большого тока хоть Вот какой широкий выброс, потом он опирается в сток, в диод. Вот тут открывается, почему-то с таким наклоном. Вот его отцеплю, ничего не меняется. Там же еще диоды эти стоят, поэтому на них там еще немножко падение напряжения идет, падение только там на 100 мА. Я два в параллель поставил, кажется, он 4,8, 4,1, или как-то так называется. 1,1,4,8. 1,1,4,1,4,8. но получается как я понял вроде бы и на таком транзисторе лучше как бы меньше помех но это нужно было бы еще проверить если тут поставить не 2 ома резистора по 10 он тогда или были бы вот эти такие помехи убедиться лучше можно посмотреть по схеме еще если там олег например схему делал руслана ну вот тут вроде бы мигмур руслан передал объяснил как мигмуру как надо все мотать то есть как надо все делать так вот у него там вот такие вот идет один он резистор вот на затвор транзистора тут по проводочкам минут вот эти тоже у меня так у самого тради старого или может и у них на самого транзистора но тут вот или по проводочкам ты проведешь вот так как на схеме или эти драйверы будут стоять возле самих транзисторов от этого уже может зависит сильная эффект а тут вот как стоит один ном резистор а потом еще вот тут стоит 11 и вот запирающим ключа и диодом 14148 вот это идет как-то не рекомендую его ставить потому что если он перегорит она пойдет прямой ток по нему он может спалить транзистор а он там закрыть он не очень быстро не очень много там помогает и на таких низких частотах он там очень мизер поможет то можно на это не обращать внимание его и не ставить даже на 160 килогерц на это своем обрет обратоходовики это не поставил и побоялся что он может потом сына гореть потом транзистор начнет гореть там у меня 20 килогерц он даже стоит а может и 10 они только от 11 а тут если 15 килогерц там 30 килогерц это можно не обращать спокойно внимание от эти стабилитроны тоже не нужны их никогда не ставил у меня никогда ничего не горело но вот это защита тоже не нужно вот этот диод возможно и ну вот это можно поставить чтоб не так грелся транзистор вот это все ерунду у меня нет этого и ничего не сгорает уже сколько времени вот руслан любитель ставить 10 на фарад конденсаторы не знаю может он тут как-то начинает резонировать дроссель какой-то какой-то эффект получается может этого суть чем тут вероятно схема как-то от наводок работает поэтому никто повторить не может всяких таких паразитных вот конденсаторов таких колебаний может появляется свободная наверняка вот вторая схема где тоже мигмур вроде бы из объяснений руслана нарисовал а тут тоже один ом резистор тут уже тл 494 в драйвере 227 входит а тут на транзисторе 511 ом идет на затвор где то есть олега схема как бы он давал руслана тут он 2 мегагерца делал как бы объяснял нам тут не проверенные данные дал я понял у него так ничего не получилось на 2 мегагерца тут его конденсатор он правильно вроде бы все сказал тут тоже как бы более-менее все правильно рисовано вот эта схема мне нравится похоже все очень близко к правде его вот тут опять 10 на на фарад конденсатор если бы ставить я бы поставил один микрофарад и металла на фарад и никак не 10 потому что это уже начнет резонировать это все странно вот по такой вот примерно схеме у меня сделано управление вот на без драйверов только тут не восемьдесят ом а тут только вот этот резистор стоит не тут а его тут поставил и тут еще между базой и метером с один километр на этом транзистор оттуда два диода в параллель вот у алексеева нет этой ерунды чтоб тут стояла конденсатора а тут у него даже нет этого пленочного или керамического конденсатора не полярного чтоб лучше и более резкий фрон был открыть никакой защиты нет на транзисторов и один резистор стоит в затворах тут сразу конденсаторы электролитик стоит все без никаких дросселек но ничего нужны по разным но не факт что этот алексеев повторил сделал сама запитка так толком ничего не показал у него там на видео где сам сама запитом минут какие-то провода к блоку питания зачем они идут если сама запит у него она включать быстро где-то я схема от олега но наверно у меня на в телефоне нужно ее тут перезагрузить что потом показывать